В Губкинском крещенское утро началось торжественным богослужением. Православные собрались в храме святителя Николая Мирликийского, чтобы принять участие в общей молитве. Во время службы христиане молятся о своих близких и родных, а также вспоминают крещение Иисуса Христа пророком Иоанном на реке Иордан. Согласно евангельскому преданию, после этого события Сын Божий начал свое служение на иудейской земле. Главный момент литургии – обряд причастия, которому верующие заранее готовятся молитвой и постом. Крестный ход завершает богослужение. Православные во главе с настоятелем выносят из храма крест, хоругви с ликами святых, иконы и Евангелие. Чуть позже все на автобусе приезжают на прорубь. Протеерей Валерий Колесников проводит водосвятие. Батюшка молится о том, чтобы Божья благодать осветила водный источник и окунает в воду позолоченный крест. Окунание в проруби – символ праздника. Относительно теплая погода собрала верующих на реке Пякупур. В день крещения окунулись 1373 человека. В этом году для них приготовили две купели – для мужчин и женщин. Для одних – это дань традиции, для других – духовное упражнение. Верующие единодушны. Крещенское купание заметно бодрит тело и дух. Ощущения прекрасные, вода прекрасная. Вообще чудно, просто прям на душе полегчало. Преодоление себя в первую очередь. Праздник крещения. Мы же все славяне, это для нас праздник лучший. Вода вообще прекрасная, ощущения лучше не бывает. С праздником, дорогие горожане. Это день просто святей святых, что называется. С удовольствием поздравляю всех, дорогие горожане, с таким большим праздником, крещеницем. Желаю доброго здоровья семьям, от мала до велика, ну и Божьей благодати. Другое название праздника – Богоявление. Согласно Библии, именно в этот день миру впервые явилась Пресвятая Троица. Бог Отец провозгласил с небес о Сыне, Бог Сын принял крещение и Дух Святой в виде голубя сошел на Сына. Согласно церковному обычаю, крещение празднуется 8 дней. Воскресенье 27 января состоится отдание праздника. После этого Православная Церковь будет готовиться к февральскому празднику Сретения Господня и Великому посту, который в этом году начнется 11 марта. Валерий Усманов, Александр Анфимов. Новости Губкинского.